Привет. Ку-ку. Ку-ку. А что ты плачешь сам? И что случилось? У нас сегодня, кстати, теплый день, наконец-то. Я пару дней тут не снимала для вас влоги или день не снимала, я уже забыла, ничего не происходило. А сегодня вот, нормальная погодка, хорошая. Юра собрался эйфорию получать. Эйфорию, буду получать эйфорию сейчас. Да? Да, я выйду в эйфорию. Прикольно тебе. Может, самое это как раз-два пакетика? Да, разделим на двоих. Я выкупалась, чистенькая. Сегодня вообще... Сегодня Юр тепло, да? Не то, что было. А ты убрал здесь мины? Или нет? Да. Молодец. А то я могу босыми ногами наступить. Ой, кайф. Ветер, правда, такой немножко еще не очень комфортный, но по сравнению с тем, что было, отлично. Юра у меня уже цветы полил, питунь и мамины. Передил меня, молодец. И дела по дому кое-какие сделал. И сейчас вот огурцы собрал. Да, сейчас покажу. Что-то он еще... Молодец. Он огурцов набирал. Сейчас пойдет эйфорию получать. У меня сегодня башка что-то болит, не знаю. С самого утра мозг болит и все. Какая-то поникшая. Сделала себе тут колу. Юра открыл, добавила лимона. Если пью колу, то добавляю лимон. Так намного вкуснее. И кое-чего покрепчу немножко. Надеюсь, что поможет. Я уже просто таблетку выпила. Как-то все ни о чем, да. Но и решила тут немножко взбодриться. О, бутылку уже приготовил. Там приготовил. Всех выдрану. Давай. Эйфории. Давай. Сейчас мы все в эйфорию войдем. Ага. Я уже очки одел, чтобы эйфорить. Чтобы войти? Да, уже начинаю входить в эйфорию. Чего себе. Сейчас представь, ты такая, через 15 минут такая снимаешь меня. Я такой на грядках. С этим полимитатором. Так, это сразу вон. Фух. Фух, стрёмненько. На 10 литров. Одну на 10 литров? Фьюра, надо защитный костюм тебе надеть какой-нибудь. Какое, блин, будущее жуков травить без защитного костюма. А что? Чтобы никуда не летело. На 4 этих получается. 10 литров. 10 литров 2 пакетика. Значит, один пакетик на 5 литров. Верно? Ну. Вот, все. Заправляет аппарат. Оп. Это что, воздух? Короче, все. Отменяется. Жуков нету, пошел. Говорит, жуков нету. Ни одного жука. Зря старался. Так замешивал. Так замешивал. Больше дела всего. Ребята, у нас здесь очередная змея. Пятая за этот сезон. Просто жесть. Тут вот опять лежала возле умывальника. Юра идет по дорожке. Я не успела взять камеру. Она быстро туда. Фу. Короче, мои опять. Фу. Реально, блин, бесит. Бесит то, что они здесь лазят. Что вам здесь нужно? Реально стрёмно. Ну, их нафиг. Ползайте в лесу, где-нибудь там, но не идите сюда. Вот явно где-то с утра, небось, здесь ползала. Ходила. Ну что? Может, какие-нибудь щипцы тебе принести? Дизюша, не лезь. Дизюша. Щипцы принести или что? Ну, как маленькая, слышишь? Такая маленькая. Маленькая, да удаленькая. Мы, знаете, что тут планируем? Ходим по улице. Думаем, куда повесить вот этот вот наш дартс. Наконец-таки. Приклеили дротик один. Здесь был отломан клеем. Суперклеем, в общем, приклеился. И сейчас думаем, куда повесить. Либо на нашу грушу сюда как-то, но... Нужно найти такое место, чтобы было удобно где-то его бросать. Может быть, сюда? Или туда? Не знаю. Потому что некуда даже повесить его. Либо, может быть, вот на... Душ, да, с краю здесь. А что ты в руки его взял? А что ты в руки его взял? На тебе же эти гринписцы говорят, чтобы не убивали. Что ты делаешь? А куда ты его несешь? У нас тут сосед их ест, а ты говоришь, не убивают. Ага, гринписовцы. Пускай их себе заберут, приедут. Я целой кошкой им насыплю. Мне такая радость дома не нужна. Боже, убери, пожалуйста. Убери Дэзи. Дэзи. Дэзи, фу. Господи. Ужас, ужас. Убери ее. Ну зачем ты? Юра. И она притворяется. А, она, наверное, притворяется, что типа намертывает. Знаешь, это не... Юра, сейчас... Убери ее, пожалуйста. Уйди. Я тебя сейчас с этой мести змеей выгоню. Ну, Юра, у меня и так голова болит. Ну, не поднимай мне давление. А, у нас тихий час, да? Скажи. Кто так вкусным мясом пахнет? Кто так вкусным мясеньком пахнет, а? Тихий час. Баю, баюшки, баю, ты, женка моя, засыпает девочка. Девочка моя. Ой. Ножки здесь храпит. Сопит. Дидюша. Дидюша. Так, полевая кухня в деле. Смотрите, что у нас здесь готовится. Колбаски, картошка. Юра сорвал еще зеленый перец, но он уже вкусный. Здесь у меня суп с теми лисичками, которые Юра насобирал. Я вот все забросила, забросила. Грибы, картошка, специи, лук, морковка такая сухая. Все, здесь будет все вариться. А здесь принесла эту тяжелейшую сковородку для того, чтобы пожарить овощи. Токоли, вот такая вот мексиканская смесь. Мы покупали замороженную. Сейчас брошу, пожарю быстренько, и будет гарнир у нас к этой вкусноте. Я добавила овощи. Вообще красота получается. Юрка уже все снял. Класс. Все, ждем мои овощи. И будем обедать, да? Или ужинать. Что у нас там? Просто кушать. Просто кушать, короче, да. Ну вот наша полянка. Я тут заговорилась по телефону, мне позвонили. Капец, немного спалила овощи. Ну как спалила, пережарила. Еще эта сковородка дурацкая. Ну ладно. В общем, вы будьте аккуратны. Когда будете готовить, не пережарьте. Я уже все-таки их переготовила. Юра, смотрите, что тут еще накрыл. О, господи. Это все для нас двоих, или ты кого-то ждешь? Для двоих. Ничего себе. Нормально? Чтобы мы не треснули. Ну, думаю, да. Кофе в Йоксте. Никто не увидит, что под столом есть. А здесь я уже показывала. А что мне под столом? О, мать моя женщина. Ну все, понеслась. Я думаю, вы понимаете, как нам вкусно. Просто обалденно. На воздухе. Как тебе, Юрасик? Обалденно. А дизюшке что дадим? А я что-то перед этим кормил. Да? А, ты не голодная. Надо дойди, не стой над душой. Знаешь, кушала макаронки с мясом. Да, не завидуй. Ну да, покушала ножи. Не знаю, получится или нет с большой бутылкой. С маленькой точно получается. Ложь в холодильник. Газированный. Морозильник. Не в морозильник, в холодильник. У нас просто слабо тут деревню морозит. В холодильник. Поэтому я в морозильник вложил. Вот ложь в холодильник на часа два. В холодильнике. Ну три, без разницы. Все, он охлажден у тебя в холодильнике. Всегда, да, лежит. И вот, и к примеру смотри. Ну и что от газа выпускаешь? Ну? Так газа выпустил, и что? Сейчас, дожди. Я ничего не понимаю. Потрес, потрес, газа выпустил. И что должно быть? Все видишь. Ну, пена идет. А, не получилось, да? Наверное, так она маленькая бутылка. С маленькой, с большей. Ой, фокусник, е-мое. Покажу потом в другой раз. Тебе бы свой канал завести, да показывать. Лайфхаки от Юрки. Льдом покрывается вся. Блин, видишь, она просто это. Все, короче, понятно все. Да, бутылка большая. Конечно. Плохому танцору знаешь, что мешает? Или можно было больше потрясти? Давай, наливай. Продолжаем наш банкет. Юра тут сало поджаривает еще, решил. Наш супчик кипит. Ох, еще немножко. Буду готов. Теперь можно релакснуть, да? Заварилась кофеек, шоколадочка. Сейчас буду сидеть, пить солнышко. Правда, похолодало уже в джинсах. Ватерок какой-то. Я на даче себе позволяю отдохнуть. Я отдыхаю, Юра работает. Покажи. Какое, да? Крутит. Я тоже делаю то-то, то-сё. Но как-то, не знаю, на даче хочется как-то отстраниться от готовки, от всего. О, так что здесь у нас больше Юра. Да? Я его запрягаю, а сама отдыхаю. Вон она любит покататься со мной на качельках. Дызюшка, да? Релакс у собаки. Вот это же духа, скажи, да? Живи, не хочу, а? Кайф. Присоединился ко мне? Угу. Хорошо сидим. У меня что, опять голова затрещала, заболела, не знаю. Покажи, как я делаю. Что ты делаешь? Как я делаю? Ноги чешешь? Ну да. Ну тебе, прикольно. Так увеличь крупным планом на весь экран. Юрины ноги, да? Прекрасно. Все увидели. Можно не только посидеть, но и полежать. Мы разложили нашу качельку. Юра мне плед принес. Балдеж. Можно полежать и посидеть. Солнышком насладиться. И даже уснуть здесь, да? А что там, предволок? О, господи. Ой. Ой. Хорай уже работать на камеру. Хорай уже. О. Я сплю. Хе-хе-хе-хе. Ой. Хорошо. Пледиком, чтобы не дуло. Отлично. Я тебя потеряла. Ты где? Ты уже взялась? Ну, что-то я замерзла. Кто хорошо поел, тут должен хорошо поработать, да? Набрал водичку, что-то там поливает. Я так понимаю. Я думаю, где ты делаешь, а с горизонта пропал. Хозяин, хозяин. Под корень лей, не сверху. Тут земля, как я знаешь, сразу подольешься, как жирная. Ага. Растекается. Поэтому я тут по два раза. Ага. Помидорчики, смотрите, зеленые еще у нас. Что слабо все растет. Холода были. Все нормально. Ночи холодные. Все классно растет. Это было с рептом Буронике. Взял на полив стоит. Ага. Надо еще на этот нам автополив, да? Было бы вообще хорошо. Здесь только помидорчики. Да нет. Это так. Все разные были. Один автополив, другой так. Ну, лучше когда автополив. А, ну, так не бывает. А вдруг на автополиве, ну. И вот это вот ходит. И это сразу же ходит за нами. Следом. По пятам. По пятам. Раз мы здесь, давайте глянем наш этот парник. Я не знаю, что это такое за ботва растет. Прямо на входе. Но этот помидор, конечно, это просто внушительных размеров. Чтобы вы понимали. Моя рука. Вот он. Гигантик такой. Огурцы Юра пособирал. Перчики. Красотень. В эту бочку мы набираем воды со шланга. Она стоит. Тепленькая от солнышка. Вон и я. Греется. И Юра сейчас ей поливает. Чтобы не холодной, а именно теплой. Которая отстоялась. Нашла пару клубничин. Уже отходит. В песке. Такая сейчас помоя. Ой. Класс. Последние ягодки. Полюбуюсь, как всегда, нашим красивым видом. Вот такой вот у нас сегодня закат. Красивые облака. Яркие. Оранжевые. Оранжевые. Желтые. Класс. И сделала себе на вечер вот такой вот чаек. Здесь у меня листья мяты. И сверху положила вот этот вот дюшес. Где-то он там плавает. Тут пока я ущек на ночь. Мне кажется, будет вообще отлично. Класс. Смотрите, у нас ночная посиделка с костром. Жарим сало. Юра здесь подкладывает поленья, потому что как-то очень холодно. Жилетку мне еще принес. Капец, прям руки мерзнут, ноги мерзнут. О, тут уголек. Тут уголек тебе сало жарит. А здесь сало, да? Хорошо. Окей, договорились. Здесь наш столик, смотрите. Порезали кукурузу, вот эти початки. Они уже готовы, были в вакууме. Сейчас попробуем их пожарить. Надеюсь, получится вкусно. Ну, здесь огурчик, сало. Я вон позабирала жарить уже помидорчик, колбаска. Кое-что осталось, когда мы кушали вечером. Просто дорезала. Там вот хлеб, Юра еще кофеек сделал. Так что посидим тут. Мне хочется очень попробовать кукурузу, как она будет. А тебе? Ой. Греемся и... Юра на углях надо? Жарим тут все. Ну да. Наверное, да, надо положить. Ну, как шашлык, наверное, жарится. Кукурузу мы уже пожарили. Вот такая вот получилась. Ну, что вам сказать? Мой вердикт. Мне нравится. Я не любитель вот этой вот кукурузы, да? Вареной. Она чаще всего какая-то жесткая, не сладкая. А здесь прям... Очень классно. Я уже третий початок доедаю. Нежная, вкусная, сочная, сладенькая. Прям вау. Можно еще с солькой. Ну как? Вкусно. Только как ты можешь третий початок доедать, если у нас всего их только два было? Ну, я имею в виду кругляшок этот початок. Сладкая, да? Да. Ну, очень сочная, сладкая. Дыжушка, отойди. Вкусная, не знаю. Мне понравилась. Будем пробовать. Может быть, меньше ее немножко зажаривать, чисто подогреть. Она у меня такая немножко ветерскокожилась. Но все равно. Вкусная, сочная. Классная. Так что вот, ребята, берите на заметку. Думаю, что мы при следующем случае тоже купим кукурузу и пожарим. Это намного вкуснее, нежели вот, не знаю, там с поля или своя. Хотя, может быть, кто-то собирает свое очень рано, она тогда очень вкусная. Но мне какая-то попадалась в последнее время невкусная. Жесткая, твердая. Это совсем не то. А это прям очень нежно, сладенько. Ой, какой у нас красивый уголь. Хоть-то опять начинаешь что-нибудь жарить. Да. Класс, да? Такой кусочками. Ну. Ах, смотри, какой. Смотри, какой. О-о-о-о. Смотри, смотри, смотри. Ну. Красиво, да. Такой прям. Ух. Трещит, слышишь? Ну. Сухостой. Походу, сейчас начнем по второму кругу тут. Отсюда жарить печь. Я чувствую, как мое лицо жарится, румяниться. Пускай мое лицо подрумянится. Посмотрим завтра, какой я буду. Ай, как горячо. Прикинь, завтра просыпаюсь, такой один сплошный булдырь. Я не блинче за фигню. Так что, да, под конец вечера. У нас тут уголь шикарный, но ничего не поделаешь. Класс. Все уж. Ах, какой. Ах, ах. Ага, не лезь, не лезь. Вот тут вот и невозможно, прикинь. А что тут вот? О, тут вот можно держать уже. Свет. И только горячо-горячо. Представь. И тишина. Смотри, надо повысить себе горячо-горячо. И только Юра на заднем фоне что-то рассказывает.